А сегодня история о том, как испортить жизнь красивой девушки. Оля, ну сколько можно ходить? Там надо делать дизайн. Ты с этими ватными дисками полчаса бегала, а ты говорила мне, что 10 минут будешь ходить. Я уже устал тебя ждать. Это Настя, и вот у нее уже 7 лет она ходит вот с такой некрасивой работой. И здесь еще нашрамировали, и разогнали до конца лопатки, и еще вот до сюда. Настя, расскажи, на каком этапе ты остановилась делать татуировку? Мы видим, что она не закончена. Да, татуировка была закончена в процессе первого, как сказать, первого визита к этому мастеру. Не буду называть его имя, да. До сих пор человек работает, и в принципе творчески он, к сожалению, не вырос. На таком же этапе? Да, работает в 1D-формате вот таком вот. 1D-формат первый раз, прикольно. Ну, потому что, да, потому что, допустим, вот, мне что нравится в твоей работе, то, что ты можешь передать свет, расстояние от предмета к предмету, да, то есть не такой, получается, 3D-формат, мне это очень импонирует, это очень дает возможность такого многогранного, как сказать, эффекта передачи. Спасибо большое тебе. Да, это тебе спасибо. Поэтому я очень долго ждала твоего визита, чтобы исправить этот ужас, который на мне теперь. Так вот, остановила я его в процессе первого визита к человеку, когда заметила то, что бьет до сильной крови, да, и остался потом процесс заживления, там, естественно, все обрабатывалось, но и остался шрам. Да, мы прямо видим, что там кожа другая блестит. Еще тогда я поняла, что работает, я говорю, а какой машинка ты работаешь, он говорит, у меня самодельная машинка, да, ну, то есть 7 лет назад, как бы, вроде бы, да, человек работает, то есть не бесплатно, там, не в каких-то хардовых условиях, он имеет заработок на этом, и, в принципе, по заявленной стоимости он мог бы себе приобрести уже не одну хорошую машинку, но он мне сказал так, если тебе не нравится, ищи себе другого мастера. А я сказала, базаришь, все, на этом мы остановились, то есть одного сеанса было достаточно, чтобы понять отношения человека. Да, и вот я про это всегда говорю, что отношения клиентов... Но оставить уже было невозможно, то есть 7 лет я вынашивала идею и решила то, что... Лучше через... Предоставлю свое тело только вам. Спасибо, Альскина. Будем исправлять сейчас. А вот оттуда тогда, получается, мы какую-то часть накладываем, она у нас здесь пропадает. Мы можем же вот сюда, если что, зайти? Пожалуйста, вы можете меня хоть целиком смотреть по вашему времени. Нет, пока вы пришли, но я еще немножко доехала. Не доехала? Ну, пока вы. Настя, как тебе два дня пыток? Пошелся. Пошелся. Подумеет это ли? И поворачивайся. Медленно. Поворачивайся. Поворачивайся. Идем. Стоп. Вот в этом месте, здесь будет лазер, Настя делать, я настоял. Ну все, вот, Настя, прошло четыре дня, в конце мая мы начали 30-го, и сегодня 21-го июня мы закончили. Наконец-то. Бля, и очень тяжело, да? Давай вот, кто не делал там четыре сеанса в течение месяца, вот, вкратце ощущения, скажи свои. Адово больно. Огромное желание, чтобы это скорее закончилось, потому что очень хочется результат увидеть скорее. Но самое главное, это впечатление людей, которые видят себя на улице. Я сегодня вышла когда в магазин, на пешеходном переходе, люди сзади становились, сбивались в группы и рассматривали. И я скромно, как бы, обратила взгляд в сторону, потому что сама еще пока не видела. Ну ладно, спасибо тебе, Настя, за терпение. Ты очень крутой человечек, мне очень приятно, и надеюсь, мы с тобой будем еще дальше. Спасибо, Вась, то, что ты приехал, то, что все получилось, все наши с тобой задумки творческие реализованы. И те, которые впереди, пусть тоже сбудутся. А тебе творческое вдохновение, хороших клиентов, ну и лучезарных идей. Спасибо тебе. Спасибо. 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 Спасибо.